очагов тв представляет здравствуйте как вы сами откуда будете я в калифорнии живу в киеве калифорнии нет я родом из россии я тоже петрозаводске я проезжал его когда я в мурманск ехал я проезжал петрозаводске и как проездом ну такой мухостранс скажем так ну скажем так скрывать не стал бы если вы сейчас приехали я думаю вы удивились конечно явно не мухостранский явно здесь природа очень красивая и рыбалка и охота есть да нет природа рыбалка шикарная я говорю о городе а не ну загуглите посмотрите хорошо как нибудь на досуге загуглю но я не слышал ничего у нас есть камеры которые знаешь можно как бы посмотреть в реальном как бы ну как бы и посмотрите как природа природа да рыбалка да согласен нет и гордо камеры загуглите посмотрите как сейчас петрозаводске один из красивейших городов мира да он сейчас стал ну не хуже чем ваш в американский мухостранский у нас хотя бы нет и бомжей сан-франциско например там одна одном из первых мест мире и с ним вместе стоит петрозаводск примерно самые красивые города где-то примерно так я скажу так сейчас сейчас где-то так я позже с бомжами с вашим это значит так и есть у нас бомжи нету а как вы думаете а куда делить ваши бомжи ну пристали бомжи потому что жизнь справилась лучше стало ну куда они делись они купили квартиры себе меня нет у нас есть программа для обездольных они живут специально домах и прописки выделили еще серьезно что-то дома такие что-то дома где я могу это посмотреть нету таких домов вы фантазируете сейчас загуглите да посмотрите я гуглил нету вы врете сейчас вот смотрите посмотрите дома специально сделано для них они по всей россии есть такие дома нет он посмотреть дома для бомжей петрозаводский правильно не бомжей бездомных бездомных давайте 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 вот смотрите сейчас значит дома для бездомных в петрозаводске да петру заводске очень интересно вы знаете паспорта живут а вот вижу петроводки на пили сносить расселённые аварийные дома сейчас вот потери кстати нашел нашел потеря до вот смотрите что написано нашел нашел значит петрозаводске я про не знаю какой-то год петрозаводске открылся центр помощи для бездомных таких центров где могут бесплатно помыться согреться и переодеться бездомные люди в россии всего несколько в москве петербурге и казани еще один появился в петрозаводске представляете греют на час в этом центре там ночевать нельзя там просто можно прийти погреться и переодеться куда делись ваши все бомжи потому что они приходят и документы все такое им дают работе они работе которые нормально где они живут я же вам документы дают временное жилье смотрите петрозаводске в социальном центре на кооперативной есть такая возможность человек оформляется официально с документами этим вот дом на всегда проблема а вот так чтобы масштабно помогать людям нуждающимся такого у нас нет это пишет ваша и и и устраивает обустают и все а если нету общаги тогда куда на любом предприятии куда берут бомжей есть общага так вот смотрите во первых там несколько всего принимают очень немного людей во вторых там можно принять душ и то там очередь туда стоит а вот а потом очень почему ты можно прийти часы работы три раза в неделю час а начали смотрите на телесезон кормления бездомных петрозаводске каждую среду в три часа дня у автовокзала на улице чапаева можно получить горячий обед и теплую одежду представляете а где а где они сейчас скажите где еще кто кому-то кто кто хочет из них есть который которым нас не нужно который пришли пожали уши в своем практически абсолютном большинстве это не те кто например там потерял жилье и хочет войти обратно в социум получить работу я закончу мысль до хронически алкоголики это наркоман это люди психически там ну не нормальные зачастую как вы думаете куда они девались у вас все как вы думаете в тюрьме сидят неисправимые закон не нарушают но потом они приходят себя ведутся они как бы не культурно на сутки первое спасибо на сутки сразу пьяница ходит себе безобидно ему все по морде дают кому не лень у вас допустим идет такую жизнь ассоциальный вот и где что с ним сейчас где куда он делся который ходит несколько раз попали на штраф штраф оплачивать надо надо вот пошел вместе так ну улицу он метет а куда он делся где он живет 8 идет все вот он сидит на сутках и каждый день вот метет улице все его посадили на сутки кормят там одним они метут улице правильно так вы решили проблему в любом городе до в любом населенном пункте который только такая не конченая вот там деревне ну по масштабу нет деревне но совсем если немаленький и есть ночлежки для бомжей да то есть туда человек может прийти помыться принять душ и он будет спать в номере где два человека в комнате не более и к и он может находиться там с десяти вечера до 7 утра по-моему или до восьми после этого он обязан уйти он имеет право там переночевать после этого простей постели естественно каждый раз меняют это первое второе то же самое здесь то же самое здесь нету у нас еще есть медицина бесплатная 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 бомжи вы даете в двадцать втором году умерло рекордное количество бомжей у вас бомжей валяется тихо тихо не кричите давайте спокойно говорить я знаю я хочу слух вам не приятно знать горькую правду про свою страну очень горького нету где не будет у меня все правильно тогда имейте мужество выслушать говорю давайте 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 смотрите в америке до бомжей много и именно потому что они не умирают как у вас бомжи у вас тупо умирают от голода от холда от избиений у вас только ленивый не бьет бомжей у вас постоянно бомжей кто-то например пацаны напьются забьют до смерти у вас бомжей очень много забрали на в на войну в украину очень много бомжей у вас погибло на войне в украине они понимают как нормально и у них нет условий в вашей говняной стране вернуться понимаете я не закончил у вас там с отсутствием возможностей у вас стране если человек бомж у него нету ни одного шанса ну практически ни одного до вернуться в нормальную среду потому что ночевать ему негде если вы один раз день какой-то похлебкой с червяками покормят где-то в каком-то благотворительном центре то один раз покормят 2 покормят а дальше что а бомжей то намного больше чем у вас могут позволить себе вот эти центры накормить понимаете вот не говорите одновременно со мной я вас не слышу у меня программа отключает звук когда я говорю я вас слышать не могу понимаете поэтому у вас бомжом стать это просто ну умереть это называется отсрочка смерти причем довольно быстрая покажите мне хоть одного бомжа в возрасте у вас у вас нету старых бомжей вас бомжи умирают молодыми у вас бомжи молодые у вас несколько лет бомжевание не больше они не протягивают больше они умирают понимаете потому что у них нет никаких условий для вот такого существования и плюс повторюсь у них нет условий вернуться к нормальной социальной жизни вернуться в нормальную жизнь в нормальных странах например в америке да у нас эти все возможности есть места скопления бомжей они будут часто возле ночлежек где-то живут либо в парках например палатках трейлер живут трейлера на улице если есть какие-то осадки никогда бомжа вы не увидите не говорите одновременно бомжи живут если у них не они не в палатке под мостом там где дождь они прикрыты от дождя вот а там где они живут например вот последнее время да и реально им просто разрешили жить во многих даже хороших районах они строят целые палаточные городки трейлеры как вы думаете у вас бомж может себе позволить купить трейлер а как вы думаете у вас ходят бомжи с айфонами как у нас ваши айфоны как один год я тоже уехал с россии и знаешь что говорит вот я все это с ними понимаю типа мне три айфона дали на всю семью а ему говорят так а сколько ты должен тебе за них платить оказывается у вас связь типа и тут же айфон дают ну ты должен платить за них хуже сколько денег так у нас у нас позвоночник пошел а у вас нельзя у вас в кредите обязательно все это взять глупость вы сейчас сказали вы даже сами не поняли что сказали откуда у наших бомжей есть айфоны или нет а так у нас бомжу айфон донесна вот совершенно верно а у наших есть вы знаете наши бомжи вот я уже приводил случай не говорите одновременно со мной имейте может выслушать правду я понимаю она вам горько но что делать у нас бомжи ходят фитнес-клуб у вас бомжи ходят фитнес-клуб только наркоманы кишку вас бомжи то наркоманы кишек у вас ходят бомжи фитнес-клуб вы себе сами не можете позволить потому что у вас денег на это не хватает, конечно. Вы лично ходите в фитнес-клуб? Я нет. Ну вот, у вас нет денег. Куда у меня фитнес-клуб-то? Да так вот именно, чтобы не быть таким докликом, надо ходить в фитнес-клуб мышцы развивать. У меня после конституции тела такая, понимаешь? Правильно, так и развивай идеи мышцы, блин, ходи в зал. У тебя денег нету ходить в зал, понимаешь? Почему нет? Ты не можешь позволить там 50 или... Почему я могу? Сколько у вас? 50, нет, не 50, сколько это получается? 5-10 тысяч в месяц ты не можешь позволить платить за фитнес-клуб? Ну, у меня получка получается в неделю 40 тысяч на наши деньги. А, в неделю, то есть 170 тысяч в месяц у тебя, да? Да. А кем ты работаешь, можно узнать? Дальнобойщик. А, дальнобойщик? Я допускаю, да. Так ты же, так ты же ночуешь в машине в своей. Ты же в нее не выходишь вообще. Почему нет? Я сейчас дальнобойщик. За эти деньги ты живешь в машине. Дай бог, чтобы ты пару дней, пару дней в месяце, когда ты был бы не за рулем. За такие деньги в России надо в машине практически жить. У тебя нету жизни. Вся твоя жизнь никчемная, нищая, проходит в кабине машины. Она проходит мимо тебя, понимаешь? Мимо тебя. У вас зло играет, понимаете? Вы так злитесь, понимаете, что даже не можете слышать. А за что мне злиться на тебя, за что? Ну, потому что вы злой такой. Я очень, я очень добрый человек. Да ладно, добрый. Я слышу, как зависит. И все. Слушай, я тебе клянусь с хвостом гориллы. Я самый добрый человек. За что мне на тебя злиться, скажи? Не знаю. Пусть я с России. Пусть я русский. Я сам родом из России, я тоже русский. Ну, что за бред ты говоришь? Да, да, да. А я думал, я думал, как хлянь гибли. Я родом из России, я сам русский по национальности. А с России откуда? Из Сибири. А в Сибири-то большая? А откуда Сибири? Ну, из Новосибирска, у тебя конкретно город. Какая разница? Ага. А я с Киева. Что ты из Киева? Мне было пять лет, когда я приехал в Россию. А, ты родом из Киева, да? Да. У тебя есть украинские корни? Ну, само собой все из Киева. Как ты думаешь? Ну, и что? Слушай, очень много этнических русских живет в Украине, сейчас не имея украинских корней. При чем тут это? Ну, так. Я спрашиваю по национальности, ты что в Украине? Нет, я русский. А кто? У тебя есть родственники в Украине? Конечно, само собой. Где? В каком городе? В Киеве, в самом. А сейчас они в Киеве живут, да? Нет, они уехали в Турцию. Ага. Ну, а когда они уехали? В двадцать втором году? Нет, раньше. А, раньше. Ну, а все, у тебя родственников сейчас в Украине нет, правильно? Ну, кто могли, все выехали в Турцию уже. То есть у тебя сейчас родственников в Украине нет, я правильно понял? Ну, примерно так, грубо говоря. Ну, вот видишь. А если бы были, ты бы у них спросил, как они относятся к тому, что вы их убиваете там. Я спрашиваю, они плохо относятся к этой куне. Ну, вот видишь. Как они с тобой еще после этого разговаривают, я не знаю. А почему нет? Или они с тобой перестали общаться? Нет, почему вообще? Ну, ты же свою власть поддерживаешь фашистскую. Ну, они же понимают, что, блядь, не от меня это все зависит. Не ругайся об этом. Не от тебя зависит, но это не значит, что надо поддерживать свою власть в этом, понимаешь? Нет, нет. Я поддерживаю своих, как и все люди. Как нормальный любой человек, я поддерживаю своих всегда. То есть ты считаешь, что человек, если он живет в стране, вне зависимости от того, что делает страна, надо ее поддерживать, правильно? Я считаю, что всегда надо поддерживать, понимаешь? То есть свою страну, вне зависимости от того, что она совершает, надо поддерживать. Я правильно тебя понял или нет? Ответь, да, Илья? Да, да, да. Значит, ты считаешь, что фашисты, которые поддерживали гитлеровскую Германию во время Второй мировой войны, ты примерно такой же. Ты с ними согласен. Они правильно делали, что поддерживали. А кто зигует? У нас в России кто зигует? Ответь на мой вопрос. Значит, ты поддерживаешь этих фашистов за то, что они поддерживали свою страну? Фашисты? Фашисты? В том-то я фашисты в этом каком, в Киеве. Ты поддерживаешь фашистов. Они зигуют. У нас за зигу, у нас за зигу срок светит. У них занимать можно. Ты поддерживаешь фашистов, которые во время Второй мировой войны в Германии поддерживали свое фашистское правительство. Ты их поддерживаешь? Фашисты, фашисты, фашисты. Они правильно делали или нет? Немецкие фашисты. Фашисты? Фашисты. Фашисты в Киеве. Немецкие фашисты правильно делали или нет? Ответь на вопрос. Немецкие фашисты правильно делали? Ты боишься ответить на мой вопрос, да? Понимаешь, неправильно. Понимаешь, неправильно. Неправильно. А почему же ты то же самое делаешь и ты делаешь правильно? Я зигую? Нет, смотри, давай еще раз, давай еще раз. Не перебивай меня. Давай мы закончим с этим и к Зиге мы сейчас вернемся. Смотри, давай включи свою логику. Я понимаю, ты дальнобойщик. У меня много знакомых, умнейшие люди, но ты какой-то немножко туговатый дальнобойщик. Давай, ты сосредоточься и давай пойдем по логике. Значит, ты сказал, что любой гражданин своей страны должен свою власть поддерживать, правильно? Нет, свою страну, конечно, в любом случае. То есть ты поддерживаешь действия своей страны, да или нет? Конечно, да. Да, то есть каждый человек должен поддерживать действия своей страны и это правильно, да или нет? Да, конечно. Да. Почему тогда ты не поддерживаешь действия немцев в фашистской Германии, когда они поддерживали тоже свою страну? Ты сказал, что это правильно. Для них, да, правильно. Для них это правильно. Значит, ты поддерживаешь их действия? Для них это да. Как понять для них? Ты поддерживаешь их действия? Они же за свою страну, за свою страну. Я за свою страну. каждый человек должен поддерживать свою страну вот то есть ты снимет они делали правильно для своей страны они делали правильно вот они делали правильно это у тебя еще вот эти старые деревянные окна ты еще даже не поменял на стеклопакеты вот этот хлам свой рухлить свою смотри как не поменялся окна старые окна покажите сейчас курил 70 тысяч рублей в месяц но и пульсу проблем это у меня не напрягать и никак потому что ты и есть фашист который поддерживает свою фашистскую страну понимаешь все что касается деньги и все что касается нацистской символики она запрещена законом в украине и ты не увидишь людей которые там кидают зигу а у вас в стране такого полно регулярно у вас у вас нацисты воюют да а мельчаков почему не сидит наш алексей мельчаков а кто знаешь что такой алексей мельчаков нет не знаю это командир батальона русич он нацист он говорил на вашем телевидении я нацист могу кинуть зигу это его дословно я повторил словами на стороне вашей российской армии против украины получил строк справедливо как он получит много лет назад это говорил на телевидении я смотрел он на войне сейчас воюет против украинцев не может быть такого смотри сейчас компьютер сейчас компьютеру при мне и загугли где сейчас находится нацист мельчаков и ты увидишь что он сейчас находится на территории украины воюет занимается так называемые деноцификацией нацист ваш на территории украины давай набирай нацист алексей мельчаков и ты увидишь как он кидает зиги какой он нацист конченый он в этом признается и ваше правительство и у него ваши эти государственные награды есть и так далее да что ты на это скажешь да 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 товарищ дальнобойщик да набирай набирай давай а вот здесь давай сейчас ебанул да только не ругайся матом хорошо как вас по погоде сайт хотел спросить ну да да хорошо конечно ты на севере а я живу в субтропической зоне все кому как чё но если честно я и я навигал когда езжу не так тяжело я максимум потом не тяжело вообще становится давай ты запомнил набери а алексей мельчаков нацист я сейчас на группу же посмотри вещь сейчас наберу да 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 я вижу конечно давай набирать алексей алексей да да алексей мельчаков увижу это российский нацист официальный все об этом все никто ничего до мельчаку мельчиков мельчиков мельчаков насколько я помню через и до мельчаков ну посмотри если даже неправильно то она выйдет тебе сразу мельчаков мельчаков вот вышел да вот и читай про своего нациста давай смотрю ну да такой в шестиклетный позиция посылу чем говорит вот так вот сейчас воюет на вашу страну против украины не может такого быть позиции ну не может быть своим глазам то ты поверишь правда мне нет мне то не видишь но твоим глазам вот мобиль видишь да вижу это он воюет сейчас в украине я погромче делал павли да я я видел это не надо делать громче я это видел он сейчас воюет в украине а теперь на перед мельчаков признается в том что он нацист и ты увидишь интервью с ним а может а можно вас наберите теперь украине сколько нацистов я набирал в украине нацизму запрещен это в россии срок за счет а у вас не срок и у вас нацист воюет официально сейчас и возглавляет еще возглавляет отряд русич какой срок у него награды ему вручал аксёнов орден какой-то ему аксёнов значит такое аксёнов глава крыма вручал орден лично до вашему нацисту поэтому нацисток ты знаешь но я бы на твоем месте не стал бы говорить фигню разную а помните какой-то приказ горюботе он подумал но наш подумал причем тут америкосы я тебе говорю у вас нацисты воюет я понимаю я понимаю вот ты сейчас сказал свою политику своей страны и свою личную все что он делает данность неправильно мы должны делать если это нацист то наш нацист вы не имеете права иметь нацизма а вот мы имеем право вот и все понимаешь это ваша гнилая суть российская а почему вы почему вы не были на военных действиях если вы за украину почему не поехать не повоевать ну за свободу я я воюю на идеологическом фронте а так очко свобода я не гражданин вообще украины чего я туда поеду я помогаю я помогаю украине я приношу пользы украине не меньше чем рядовой солдат который там воюет поверь мне да серьезно посмотри мой канал у меня канал есть на ютубе посмотри на заставочку этого канала если скиньте ссылку потом быстрее после действия мне любит канал называется очаков т.в. хорошо спасибо очаков т.в. да и ты увидишь там есть снаряды на которых написано от канала очаков т.в. которые летят на головы вашим фашистам окупа да вот я это помогаю да я помогаю но и мой канал помогает понимаешь а вот эти за свою бану ты очку из блин не идешь умирать в украину меня я хотел бы но у меня не будут меня во первых 45 лет и во вторых у меня позиция меня не берут тебе 45 лет а как ты думаешь мне больше чем 45 лет или нет так у вас в украине всех груз подряд сейчас не тут какой украине я уроженец россии 2 статок я понимаю я понимаю я понимаю у вас еще звонку меня не берут я пытался ты пытался у меня еще мне столько пять лет и меня позиция недостаточно меня не берут а то есть ты хотел пойти умереть за ты реально хотел пойти убивать своих родственников которые там у тебя знакомые какие-то да там в украине ты хотел туда идти убивать почему убивать а что а что ты хотел делать петушков на палочке раздавать там нет почему я хотел идти как бы оказывать помощь какую-то ощущение какую помощь военные оказывают военные убивали гуманитарную помощь гуманитарную так может оказывать почему-то не помогает своим военным почему ты им носочки не вяжешь по ночам а зачем я не умею взять а какую ты помощь им оказываешь денежки переводишь военным своим на свечи окопные куда ты переводишь денежки ну как у нас как бы если группа там туда привозить куда ты переводишь деньги куда в какую группу группу перевел сколько денег нападение правильно нет я поддерживаю своих людей которые воюют а посылу своих фашистов ты поддерживаешь который сейчас там у них уже фашист это у вас а у нас у нас нормально это у вас мельчаков нацист ты только что же посмотрел он у вас возглавляет отряд он целый отряд возглавляет ваш фашист сейчас наберу сейчас наберу украинский а кто был уткин сейчас оглашусь и объясню тебе что ты сейчас наберешь что ты мне покажешь что ты хоть азов показать что ты рассказывай я тебе поверю давай нет покажи мне где азовцы двигают давай давай где азовцы двигают покажи мне и пойдешь сразу за обман за свой нахер пойдешь хорошо давай 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 покажи мне видео где азовцы двигают пока что это азовцы и что это видео и что они именно двигают давай какие вы зомбированы вам рассказали вам скобеева рассказала сказку соловьем обычный дальнобойный балабол кстати я так ролики на зоны раздать дальнобойный балабол дальнобойный балабол ты будешь называться хорошо давай давай показывай мне видео где зигует пол козов покажи где видео где зигует полк азов не что-то другое а конкретно где полк азов и где они зигуют давай давай балабол дальнобойный не хочет грузится блин дальше уж такое полк азов не хочет у него грузится принято никакие вредные они даже грузится не хотят это капец конечно какие быть зомби все-таки с лучшей копе мне даже тебя немножко жалко ты знаешь чего ну как жалко жалко ты такой ущербный самом деле абсолютно не жалко мне сложно представить что человеческое существо может докатиться до такой ущербности вот как ты причем я это не утрирую я серьезно говорю щас я поймал ну давай давай показываем не бегущих азовцев блин дальнобойный балабол блин долго ты мне еще будешь показывать и мне уже 40 минут блин морочишь тут голову я те я те про мельчакова дал достоверную информацию про нациста вашего дал давай теперь ты да не найдешь ты нищие нищие никогда этого нету понимаешь тебе тебя обманули тебя накололи нету такого ой блин какие вы зомби знаешь песня такая зомби есть на английском языке это про тебя наверное и ты переведи можете там свой увидит что-то число это читания дальнобойный балабол зомби дальнобойный балабол вот так вот может там песни поется про тебя ну давай давай показывай чё ты застыл ты смотришь по жизни ты долго будет смотреть чего я давить знаю исход и для того не найдется лучше этого нет поэтому поэтому лучше не позвольте признай-то ты был неправ я тебя пошлю нафиг и пойду дальше мне покажу вот я видел мельчакова я тебе показал а ты мне сейчас покажу сейчас пресса нету такого да есть такое ну покажи если есть сколько тебе надо на это часу чтоб ты убедился что этого нету позвольте я все да нет не все поражение а еще не все еще трудно что-то думаешь все таки разродишься чем я думаю что нет чувак потому что этого нету в природе да ладно ну ты сейчас там в этом убедишься после твоих бесплодных поисков такое долгое время лишь подозрение должно закраться что этого там просто нету тебя просто накололи тебя на парень смотреть более тоже круто да 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 давай давай видео где пол козов зигует давай видео где пол козов зигует не что другое а именно видео где пол козов зигует покажи мне пол козов зигует ты собрал чувак и сейчас собрал покажи мне где где это пол козов покажи мне где написано что это пол козов доказательство того что это пол козов покажи мне видео видео где пол козов зигует это кто это кто извини я тебя забаню конечно но мы с тобой доверяем что ты мне показываешь видео где пол козов зигует он мне начал показывать фотографии которых можно естественно налепить неизвестно кем они сделаны когда при каких обстоятельствах и и кто там тоже кстати неизвестно начал показывать там свастику и так далее видео где пол козов зигует он мне не показал поэтому его отправился в банк естественно вот и все вот а свастику которыми там показал я опять же замылил потому что это youtube за это может просто ролик этот удалить или вообще страйк и так что вот такие дела друзья вот такой вот у нас дальнобойный балабол попался все друзья не забываем подписываться комментарии обязательно и до новых а и 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